я всех вас приветствую мои дорогие друзья и зрители сегодня вы узнаете немножечко больше чем слышали раньше в своей жизни и только что вы видели уже эти инопланетные объекты на своих кадрах в телефонах и по телевизору смотрим внимательно я специально замедляю всю эту съемку чтобы показать присланные вами видеокадры и различные фотографии в том числе и конечно и с нло и другими инопланетными объектами мы здесь видим идеальное качество съемки и видимо у кого-то есть супер телескоп который смог не только приблизить кратеры на луне но и зафиксировать тот самый инопланетный корабль пришельцев или серых существ которые обитают на луне но может быть и так что это наши земные корабли которые давно бороздят просторы космоса и тем более бывают на луне нам остается лишь сказать слова благодарности тому кто смог произвести всю эту съемку и зафиксировать невероятные кадры но ведь они есть по всему миру и также в сша в зоне 51 часто фиксируются инопланетные тарелки пирамиды и треугольные нло а также потерпевшие крушение огромные межгалактические корабли переходим к вашим фото вы очень стараетесь и точно так же как и я стали постоянно наблюдать за небом фиксируя различные лучи направленные прямо в небеса а также солнечные галлы в которых можно увидеть несколько солнц конечно же и хим трейлы дают о себе знать ведь их видно во всех городах россии и мира и все это дает нам мысли задуматься кто же устроил весь этот невероятный мир вокруг нас кто контролирует небеса облака и все то что находится за ними даже иногда выпадает как говорят пластиковый снег и не только у нас стране но и в казахстане и в различных соседних государствах здесь же зафиксирован странный объект выше солнца фотографии были сделаны один за одним переносимся в ирландию где находится гора меру и невероятная полная луна прямо над ней и вот еще в ирландии удалось зафиксировать корабль исследователь сокол космическую станцию уран под номером 2 и номер 3 это корабль атлана самого великого творца рамхи теперь переносимся в германии в город вуперталь там что-то вот висит такое такая как звезда что ли итак мы четко фиксируем улицу здание и прямо над городом виде светящийся объект или шар и по крайней мере сейчас именно так он напоминает теперь автор этого ролика старается приблизить и мы видим совершенно ровные грани по бокам значит все таки это не такой уже и шар а действительно какой-то корабль наблюдатель который в данный момент контролирует часть германии также слева видна маленькая точка и возможно это как фонарь огонек это проекция на самом куполе как вам такой вариант друзья высказывать свое мнение и давайте посмотрим сейчас еще лучше эти моменты автор пытается максимально приблизить и опять был виден очень хорошо вот этот ровный край с двух сторон от звезды ну смотрим его следующие кадры но который он снимал уже на телефон тем что заснять вот короче смотрим небо вот луна висит там самолетик летит видно да там звездочки какие-то ну видно звездочки нормальные такие а вот там что такое такое светлая очень светлая через чушь и она висит не дергается никуда вот вообще такая огромная я не думаю что это какая-то звезда вот звезды видно нам да вот звезды видно вот луна вот по сравнению да и вот по сравнению вот это вот она как луна блин если она сейчас исчезните офигеющие эти кадры я вам посоветую смотреть более внимательно потому что в конце вы увидите просто невероятные моменты сейчас время сколько ну примерно этого портали вот мы сейчас ее сразу обратили внимание то есть звезды но видно было да такие точечки а вот это такая прям хорошо выражена да это крупные объекты низко висит что это такое ну можно только догадываться она вот там опять висит и никуда она не дергается не вот самый главный момент и сейчас вы увидите во что превращается это яркая точка на повторе бит что ли слушай как я предполагаю она не просто ребит а меняет свою маскировочную оболочку не могу сфокусировать и вот сейчас происходит максимальная фокусировка камеры и мы видим синие свечение вокруг этой звезды вы видите это явный признак того что корабль сейчас поменял свою инструкцию или вообще открылся портал как она поменялась слышишь смотри вокруг не орел появился прям мы-то с вами знаем что ничего в нашем мире не бывает просто так и видимо в этот момент было зафиксировано вторжение в наше земное пространство других космических цивилизаций съемки просто феноменально и огромная благодарность автору на эти же видеокадрах которые прислали мне из россии мы можем наблюдать свечение в небе которое такое облачное и огромные тучи также пролетает множество птичек но я вам так скажу что в в каждом облаке и на небе можно фиксировать скрытые тайные символы чем и занимается автор вот этого видеоролика а также она рассматривает различные фотографии сможем ли мы что-то здесь найти давайте подумаем о перемещаемся дальше и снова мы оказываемся в ирландии на берегу атлантического океана у нас появляется возможность посмотреть каким образом там выглядит луна скажу сразу что съемки ведутся в достаточно ветреную погоду поэтому я извиняюсь за такую небольшую тряску но каждый кто снимает или пытается посмотреть на небо через специальную технику понимает что нужно иметь хорошие телескопы может быть камеры и другую аппаратуру чтобы суметь зафиксировать те самые небесные объекты в статичном положении я также говорю слова благодарности автору этих кадров которую зовут софия потому что в любом случае мы просто можем посмотреть каким образом выглядит луна и как сильно она развернута по отношению к россии ведь все мы знаем что вращение у луны есть но только по часовой стрелке туда и обратно примерно на 45 60 градусов ну а теперь я говорю вам всем до свидания мои друзья я жду от вас моря новые познавательной и важной информации для всего человечества чтобы мы могли и делиться между друг другом и понимать что происходит вокруг до свидания пока и бум